Вашатий Тро — это глава, по которой мы читаем про дарование Тора. Основа нашей жизни — это наша Тора. Мы получили Тора, Всевышний подарил нам Тора, это дарование Тора называется, и навсегда — это дает нам жизнь. И, как известно, написано в нашей главе, что когда Всевышний сказал Моше, идите, скажите, что скоро будет это событие дарование Тора, и Моше говорит, приготовьте, принимайте Тора. И они сказали, все евреи как одно ответили, все, что Всевышний говорит, все, что говорит Всевышний, будем делать. Здесь не написано, здесь написано только на ассе, и будем делать. Как мы знаем главы Мишблата, в следующем жопе будем читать Мишбатим, а там написано, что дар Мишбатим II сказал – «а но все, что Всевышний говорит на ассе в三шма, будем делать и будем слушать». Очень известный нам всем Таута Мишбат, который говорит, что да, когда они сказали «на понимаем, именно, что будем делать, а потом сказали «на-сэ», а потом будем услышать. Но возникается вопрос, почему? Это видно, очень видно, что было две декларации. То есть еврейский народ декларировал два раза. Сначала декларировал всё, что следующий говорит «будем делать», «на-сэ», а второй раз говорили «на-сэ бен-шмах». А почему такое? Почему не сразу сказали «на-сэ бен-шмах»? И что это значит, что сначала говорит, что всё, что будем И весь еврейский народ ответил, и да, все, что Всевышний говорит, будем делать. А только потом сказали, что будем делать и будем слушать. Как мы это понимаем? Меша Хохма, Великий, Равмир Симхоз Девицк, дают потрясающее объяснение. Он говорит следующее. Сколько у нас заповедей? Мы знаем, что все, которые читают заповеди Тора, читают количество 613 заповедей. Есть 248 плюс 165, повелительные и запрещающие. Но в итоге случаи 613 заповедей есть. Есть большой и огромный спор между дискуссиями, между комментарием. Равсадьев, Рамбан, Минхас Хинов, Сейфрахинов, Хосан Хопецхайм, которые читают это количество 613, что входят в это, но все соглашают, что это 613. Интересно, подумай. Один еврей, он может исполнять все 613 заповеди? Нет, конечно. Есть заповеди, которые коин только может делать. Есть заповеди, которые только леви может делать. Есть заповеди, которые, если ты имеешь землю, ты должен отделать подарки беднике. Если человек не цена, он не может. Есть очень много заповедей, которые зависят от состояния человека. Не бывает, что один человек исполняет 613 заповедей. А как же тогда, если вы приходите и говорите, вы хотите это, Тора говорит, да, мы будем все делать. Нет, ты не будешь все делать. Каждый еврей отделом не может делать все. Есть два ответа к этому проблеме. Есть два решения к этому проблеме, говорит Миша Бахом. Как может быть, что еврей исполняет 613 заповедей? Елументальный вопрос. Как может быть, если вы считаете человеку Тора, говорит, требуют от него соблюдение 613, но он не может. Два решения, две решения есть, говорит Миша Бахом. Первое решение, мы знаем, что есть такая тема, которая называется арбус. Арбус вместо того, ответственность. Я сделал кедуш, я уже сказал, говорил это кедуш. Потом приходят евреи, моя жена приходит, другой еврей, который не слышал кедуш. Я могу поднимать бокал и говорить это кедуш, поставить еще раз это кедуш. Как? Ты же сказал кедуш, зачем ты говоришь еще раз? Он не слышал кедуш. Он не слышал кедуш, это моя ответственность, что он должен слушать кедуш. Каждый еврей ответственность отвечает за то, что любой другой еврей тоже будет соблюдать заповеди. Поэтому то, что я сделал не только ради себя, я сделал, чтобы все мои коллеги в этой группе, которая называется народ Израиля, чтобы все соблюдали заповеди. Получается, чтобы весь еврейский народ, ответили, весь еврейский народ, написано в нашей голове, сказали, будем делать. Мы в целом, один человек не будет соблюдать 613 заповедей. Но мы, как один человек, как народ, мы отвечаем тебе, Господь, да, будем делать твои тора. Если я не могу, я буду переживать, что мой друг, который коин, он будет делать то, что он должен был делать. А если у него нет земли, он будет смотреть на меня, и он будет переживать, что я буду... А в целом, мы все будем соблюдать 613 заповедей. Это первое решение, это то, что написано в нашей голове. Какое еще одно решение может быть? Говорит Мешах Ахмам, как написано в Талму и в Медраж, очень много раз. Когда человек занимается тором, ведет темой тора, как будет он это делать. Что это значит? Говорит Мара, Монаход, последняя страница Монаход, 110-е. И в других, в многих местах это написано, тоже самая тема. Что будем делать сегодня в Галута? У нас нет храма, у нас нет жертв и помещения, у нас нет возможности служить в священном храме, как положено. То есть получается, что очень много количества митцвод, очень много количества митцвод, Шилла Ахадош говорит, что сегодня актуально, актуально чуть-чуть больше половины. Мы не можем ни в коем случае исполнять эти заповеди. Только остальные заповеди можно, но 244, почти половина митцвод мы не можем соблюдать. Как будем соблюдать? Говорит Талму вот, если ты не можешь принести мне жертв и помещение, займитесь тором, где написано про это жертв и помещение, я буду считать, как будто ты уже исполняешь это митцво. Что мы видим? Тора – это корм, где все. Тора, заложено в Торе все, что связывает наше мир. И митцво тоже. Когда написано в Торе, что соблюдает шаббат, это одно. Это соблюдает шаббат. Но внутри, где душа – это шаббат, где внутренности, где сущность – это шаббат. Это заложено в Торе, где написано про соблюдение шаббат. Где написано про службу храма. Да, есть служба храма, и да, Бог, чтобы достойно, заслуживает, соблюдает эти заповеди в актуальности и служит храм. Но когда нет, есть у нас еще, что мы можем это делать? И может быть, это даже глубже, чем сама служба. Это заниматься тором, который связан с этим службой. Это второе решение к проблеме, как мы можем соблюдать митцво, который у нас нет критерия, чтобы соблюдать. Как мы можем это делать? Мы можем учить тора, который связан с этим митцво. Это то, что они сказали главам шаббатим. Кола, шедвэршем, насе, внишма. Будем делать все, что мы можем. Нишма. Будем слушать, будем учить тора, будем заниматься тором. Все, что мы не можем делать, будем занимать тором. Это, говорит Мешахохмо, заложено в эти две декларации. Во-первых, Кола, весь народ, вместе они говорили, будем делать. Мы каждый будем переживать, что каждый из нас будем исполнять такой заповед, который мы можем. А в итоге, в случае, как весь и весь народ будем соблюдать. И еще решение, насе, внишма. Будем делать заповеди и будем слушать, будем учить тора, будем заниматься тором. Вот, мы должны переживать. Сегодня мы живем в такое время, что мало народ, мало, мало количество евреев, к сожалению, которое понимает и приближается соблюдение заповеди и изучение тора. Мы должны переживать по максимуму и только с хорошим подходом, что право на подходе, ухаживая со знакомыми, коллегами, друзья, родственниками, которые можно повлиять на них. Еще одну миссию, еще одну миссию. Каждый еврей ответит на другой еврей. И второй момент, который говорит Мешу Хохма все, что все, что связано с Исраелем, что связано с соблюдением служения Всевышнего храма, который мы не можем сегодня, но мы можем учить тора. Не только тора учит Китсуша Хонарух и читает только Аллахот, который связан с нашей ежедневной работой. Нет, такой Аллахот, такой часть тора, который не занимается нашей ежедневной работой, даже такие части тора, талмуд, изучение талмуд поглубоко, даже если ты считаешь, что это не актуально, это очень актуально. Это на все венешмак. Это то, что перевод слова на все венешмак. Если мы будем работать на эти две моменты, как Меша Хохма нам говорит, тогда мы можем надеяться, что в скорое время мы можем надеяться, что будем соблюдать все 612 заповедей, как одно целое, весь народ вместе, и будем служить Всевышней, как положено, как Всевышний это хотел, когда Он подарил нам тора. Шабад Шаром.